Интересно, что это? Голодная Алиса, ты несъедобная. Машина возит нас, а потом бывает, что наоборот. Всем изи привет! Вы на канале Изи Роза. Давно не было влогов. Мы все время работаем, работаем, работаем. А еще мы осознали, что к нам подкралась неожиданная осень. И нужно наверстывать лето. И Алиса любит очень сильно слойку с малиной. Мы собрались ехать на море. На море мы ездим с ящиком вот таким большим. Потому что в нем ваши посылки. Мы все время думаем, что сегодня не будет ветра. Мы сможем сделать распаковку на море, которой давно не было. И мы уже собрались полностью. И решили заехать купить себе вкусняшек. Какую-нибудь булочку или слойку. Или чего-нибудь такое. И Алиса рада безумно, что ей досталась малина. И она говорит, что последняя. И она сразу решила ее съесть. И вот так у нас выглядит сейчас улица. У нас с деревьев уже опадают листья. Хотя при этом очень сильно жарко. Ну как жарко? А у нас теперь не 30 градусов, а где-то 22-24. Море сейчас должно быть намного теплее, чем воздух. Но сейчас приедем, покажу вам, какое море. Скажу вам по ощущениям. Я вообще по такой погоде обычно уже хожу в штанах каких-нибудь. Не в шортах. Но это для меня лично такая погода. А остальные люди, как видите, вот ходят в шортах. Им нормально. Подпишись, даже если у тебя лапки. Доехали мы до моря. Классный день сегодня. Вообще ветра практически нет. Море спокойное, спокойное. Но у нас ЧП. Даже не знаю. Я в таком шоке, что не знаю, как рассказать. Короче, дело в том, что мы сюда доехали. Но, похоже, обратно мы вернуться не можем. Я не знаю, что делать. Алисон папа лихачит. И где-то наскочила на кочку. И у нас, получается, в машине вылетела пробка металлическая, которая удерживает масло. И у нас все это масло здесь вылилось. И мы не можем обратно вернуться. А мы находимся от дома очень далеко. Я не знаю, что делать. Он пошел на дорогу искать пробку. Но дело в том, что масла с собой нет. И как он будет выкручиваться из этой ситуации, я даже не представляю. Потому что, во-первых, здесь плохо ловит интернет. Чтобы кому-то дозвониться, это целое дело надо. Например, вот здесь на пляже, где мы сидим, здесь интернета вообще нет. И телефонная связь тоже не работает. И я не знаю, как он будет из этой ситуации выкручиваться. Людей, ну вот, как бы там кто-то есть справа. Людей мало. И что делать, непонятно. Нас сюда папа лис отвел. Говорит, идите купайтесь, загорайте. Типа я пойду по дороге обратно искать эту пробку, где я ее потерял. Но шансов вернуться у нас очень мало. Даже не представляю, чем эта история может закончиться. Опять приплыли дельфины. Я только заметила, но они сейчас не близко возле берега, а где-то дальше там плещутся. А лиска что-то не хочет купаться. Ага, вижу, вон там плавники мелькают. Чайки взлетели, значит дельфины сейчас поплыли. А лиска не хочет купаться, наверное, тоже переживает. Короче, лежим, думаем, чем все это закончится. И что делать дальше. Ну что, приехал папа, сидит алиса с пустой тарелкой, голодная, ветер дует. Солнце хоть выглянуло, стало теплее немножко. И алиса говорит, когда же, мы будем есть. Вот что мы будем есть. Колбаски будем есть, мы жарим. Потому что алиса говорит, мы тут умрем с голоду. Но мы не умерли, у нас есть виноград, мы его ели. А еще мы распаковывали посылки на пляже. Поэтому на педсканале выйдет видео с распаковками посылок на пляже. Очень классные, интересные. Спасибо вам большое за такие хорошие посылки. Нам очень приятно, что вы нам рисуете рисунки и пишете письма. Еще у нас есть хлебушек и помидорки. Будешь помидорку? Голодная лиса. Голодная лиса, ты несъедобная. Голодная лиса ест сосиски, жареные на огне. Помидорку возьми. Полбаса. Да? А, это колбаса. Слово колбаса для нее звучит ужасно. Колбаса она есть не будет. У нас на сосиске будет. У нас на сосиске будет. Слушай, ты загорел больше всех. Ты черный. Я загораю тебя. А я знаю почему. Он машину ремонтировать ходил через два соседних села. Я ездил. Нашел каких-то москвичей на пляже. На оранжевом. Вольтвагене. Круто. Там потом посмотрим. Они его туда отвезли. Короче, садим мы поели. Я чувствую, что холодно. Ну, это вообще холодно. Просто ужас. Говорят, пойдем купаться. Там теплее. Нужно просто первый раз зайти, потом выйти. Зайти еще раз, и тебе будет теплее. Алиса с дикими криками заскочила. Кричит. Ааа, холодно. Папа ее учит, как греться, когда вода теплее, чем воздух. Но Алису это не остановило. Она еще решила понырять. Поэтому вот так. Ее папа берет, подкидывает и ныряет. Она пищит, кричит, холодно. Но ныряет. Это тоже холодно. Все равно, говорит, холодно. Главное, не выходит. Днем, когда жара была, и мы ждали папу, она выходила. Сидела. А теперь, когда есть с кем купаться, она ныряет, кричит, холодно, но ныряет. Ужасно любит купаться, ужасно любит море. Короче, она будет от холода стучать зубами, кричать холодно, но выходить не будет. Ни за что на свете. А папа учит, говорит, главное, шевелись, в воде шевелись. Потому что сейчас вода теплее, чем воздух. Вот ветерочек к вечеру поднялся. И она шевелится, шевелится, но нырит все равно холодно. А до этого она, кстати, сидела на берегу. Она сидела в шортах, в футболке, в кофточке. Но пошла купаться все равно. Еще вот интересно, как мы будем выезжать. Потому что я не знаю, доедем, мы не доедем. Он там порешал что-то, ему человек помог. Но непонятно вообще. Машина в таком состоянии, что я не знаю, доедем ли мы домой. Интересно, что это? Это Алиса вышла из воды. Ей совсем не холодно. Нет, два полотенца. Еще сверху простынь. Говорит, вообще не холодно. Принеси мангал к Алисе, ей станет теплее. Алис, ты одежду смени на сухую, тебе теплее будет. Есть предложение вот так вот греться. Над мангалом. Ой, чудес. Как дети обучаются у взрослых. Пошла греться. Я говорю, ты просто не спали. Ты теплая. Ходит греется. Вы на море, да? Дай мне зеленое полотенце. Водей, ты сначала так вот. Вода теплее? Вода теплее, чем будет. Да? Так что вы вышли? Сидели бы там. Вы пальцы синие, занемели. А выглядит как будто тепло. Такое солнышко желтое. Чего вы мерзнете? Я не знаю. Он в штанах. Покажи себя. В штанах. Я не мерзну. Я жалею, только носки не взяла. Да, я рассказала, что я в футболке, в рыбашке. Чего вы мерзнете? Я даже не знаю. Так тепло. Зато ты не купалась. Не, я туда не пойду. Я не сумасшедшая. Я шубу не взяла. Подводную? Да. Уезжаем с моря на вот этой машине. Сначала машина возит нас, а потом бывает, что наоборот. Ну, посмотрим, как мы доедем. Короче, доехали мы домой. Машина уже сломалась под подъездом. Ну, и ее потом завтра каким-то образом будут отправлять в ремонт. Я не знаю, как. А Алиса жарит сырники. Она почему-то одну сковородку сырников пожарила. Ну, вернее, сырники на одной сковородке. Потом выключила. А потом лепит вот еще раз. Я у нее спрашиваю, почему. А она мне не отвечает. Так надо. Она отвечает, так надо. Так что вот такой у нас был сегодня день. Подпишись, даже если у тебя лапки. И вот такой у нас сегодня будет ужин. Всем приятного аппетита, кто тоже ест. Прощаюсь с вами до следующего влога. Всем изи пока. Субтитры сделал DimaTorzok